Эта традиция появилась три года назад. Инициатива проведения идет от самих охотников. Они ежегодно своими силами организовывают это событие, помогают коллеги по организации. Среди них Андрей Тактуев, Андрей Курков и Сергей Соколов. Именно их усилия отметили в обществе охотников и рыболовов. Как говорят сами организаторы, главная цель этого мероприятия – не спортивные старты, а общение. Идея проведения охотничьего диатлона, она родилась как бы изнутри. Вот у нас очень сейчас много молодых ребят, которые занимают активную позицию в нашем обществе городском охотников и рыболов. Это была их идея. Причем ребята, которые работают, ну руководителями начнут. А все они, вот видите, уха, шашлык, плов из дикого кабана. Мы каждый год оставляем одну лицензию для того, чтобы закрыть ее и провести вот это угощение. Ежегодно мероприятия общества охотников и рыболовов привлекают все больше новоуральцев и жителей окрестных территорий. Люди всех возрастов приходят рыбачить, соревноваться в охотничьем биатлоне и принимают участие в других событиях. Это не может не радовать. Мне нравится с обществом рыбаков и охотников работать, потому что у них постоянно такие интересные очень инициативы появляются. Здесь много народу, база прекрасная в поселке здесь, традиции уже собираться. Поэтому сегодня посоревнуются, друг на друга посмотрят. Местом проведения соревнований традиционно становится поселок Верхневенский. Наши соседи всегда радушно принимают охотников и поддерживают любые инициативы, направленные на здоровый образ жизни. Еще недавно поляна улыжной базы поселка принимала крупные соревнования по лыжным гонкам памяти Вячеслава Зимина. А уже в минувшие выходные здесь свое мастерство оттачивали охотники. Большое спасибо, конечно, главе Верхневенского городского округа за то, что они нам предоставляют такое место. Спасибо вообще спортивному клубу с поселка Верхневенцев. Геннадий Михайлович, он каждый год нам помогает, конечно. Гостеприимная Верхневенская земля, рада всем. Все, что способствует здоровому образу жизни, должно развиваться. Все, не важно, охотник, рыбак, бегаешь, прыгаешь, с парашютом прыгаешь. Не важно, главное, чтобы здоровый образ жизни. Иначе нам в стране просто тяжело будет. По итогам соревнований в категории до 60 лет первое место досталось Андрею Куркову, второе у Сергея Володина, а победа вновь, как и в минувшем году, досталась Александру Зырянову. В группе старше 60 лет бронза у Сергея Соловьева, серебро завоевал Владимир Лисин, а высшую ступень пьедестала занял Владимир Никулин. Несмотря на результаты, все участники получили заряд бодрости и многоположительных эмоций. Все хорошо, под все понравилось, позитивно, атмосфера праздника. Думаю, победит дружба. Наверное, получается у того, кто хочет, чтобы получалось. Сезон охоты закончился, все мы подготовлены были. Но кто как ходил, кто как охотой занимался, так и результат, наверное, налицо. Все впечатление, впечатление отличное, как говорится. Все нормально получилось, и весня хорошая, как говорится, и погода позволяет. После преодоления дистанции всех собравшихся ждал обед, главными блюдами которого стали уха, шашлык и плов из мяса дикого кабана. Это стало приятным завершением мероприятия, а вместе с ним и зимнего сезона охоты. Впереди у охотников совсем немного времени, и скоро они вновь приступят к любимому занятию. Виктор Малышев, Иван Вахмяков. Объектив. Итоги. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...